Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Рабина. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Спасатели в детском саду. Роль сотрудника МЧС примерили на себя малыши. Ежегодный конкурс «Огонь. Опасная игра-2015» открыли воспитанники детского сада «Виктория». До чего дошел прогресс. Ребята с Анапской станции юных техников заняли первое место во всероссийском фестивале «Робофест-2015». А сейчас обо всем подробнее. Среди ежедневных обращений к главе города немало согласований на строительство очередного объекта торговли или сферы обслуживания. Чтобы понять, насколько необходим такой объект в том или ином месте, Сергей Сергеев едет на место, особенно если речь идет о центре города. И что тут делать? Я думаю, что ни капитального характера кафе. Этот предприниматель предлагает практически на центральной площади установить кафе, стилизованное под кубанскую казачью хату. Идея хорошая для города, поддерживающего казачьи традиции, но трудно представить, что именно такая хата с камышовой крышей украсит центральную площадь города. Сергей Павлович предлагает инициатору строительства подумать над разработкой более современной идеи. Глава города проехал сегодня и по зимним пляжам. Был немало удивлен тем, что на пляже 40-летия Победы есть желающие искупаться в Зимнем море. Глава с удовольствием побеседовал с Аркадием Нерсисяном, у которого есть конкретное предложение по созданию более удобных купалин на каменном пляже. Хороший бетон, метро 10. А то есть волнорезы сделать. Известно, что даже несмотря на то, что здесь очень неудобные сходы в море, и этот пляж – излюбленное место отдыха анапчан. Какую оценку деятельности Совета депутатов дали анапчане и глава курорта? На очередной 73-й сессии парламентарии подвели итоги работы за прошлый год. Подробности смотрите в сюжете. Более 5 миллиардов рублей доходов поступило в прошлом году в консолидированный бюджет края. На 600 миллионов больше, чем в 2013 году. Эти цифры прозвучали в докладах на отчетной 73-й сессии муниципального совета. Председатель представительного органа отметил, в своей работе депутаты опираются на наказы избирателей. Главная задача Совета муниципального образования состоит в обеспечении экономических основ местного самоуправления, создания предпосылок для поступательного экономического развития и на этой основе повышения качества жизни анапчан. В 2014 году было проведено 14 сессий, принято 94 решения. Проведено 43 заседания профильных комитетов, рассмотрено 190 вопросов. Работают партийные проекты. В работе Совета закрепилась практика проведения мониторингов, выносимых на депутатские заседания вопросов, изучения их на местах. Анапские парламентарии активно взаимодействуют с городскими властями, общественниками и молодежью. Все социально значимые законодательные инициативы не проводятся в жизнь без предварительного тщательного изучения на заседаниях депутатских комиссий. Кроме того, выездные сессии и расширенность заседания проходят совместно с общественностью и молодежным советом. В отчетном периоде организация Палаты работы строилась на основополающих принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. В 2014 году Палата осуществляла предварительный, оперативный и последующий контроль за формированием и исполнением местного бюджета. Приоритетным также было осуществление контроля за реализацией муниципальных целевых программ. Анапчане дали хорошую оценку работы депутатского корпуса. Подвел итоги пленарного заседания глава курорта Сергей Сергеев. Депутатский корпус, конечно же, это большое подспорье в работе администрации. Наблюдаю действительно вникание в суть проблемы и решение поиска решений нужного ряда. Все те, кто осуществляет разработку, принятие, особенно контрольные функции по исполнению местного законодательства, работают на безвозмездной основе с учетом личного своего времени. Глава поблагодарил депутатов за работу. Обеспечение жильем детей-сирот. Рабочее совещание на эту тему провел глава Анапы. Одно из проработанных решений – приобретение квартир в новостройках на средства из муниципального и краевого бюджетов. Сергей Сергеев потребовал ускорить подготовку конкурсной документации. Квартирный вопрос детей-сирот в Анапе, ровно как и в других территориях края, полностью пока не решен. Как остро он стоит сегодня, доложила первая вице-мэр Анапы – Светлана Яровая. В текущем году потребность в жилых помещениях для обеспечения данной категории составит на сегодняшний момент в целом 126 квартир. Нам необходимо для этого. Учитывая опыт прошлого года, предлагаем участвовать в аукционах на приобретение готового жилья, которое будет отвечать соответствующим требованиям. То есть не менее 33 квадратных метров общей площадью, не менее 14 квадратных метров жилого помещения. Одна из сложностей в решении этой проблемы – стоимость жилья, точнее разница между рыночной ценой квадратного метра и той, которая определена законом. На данный момент это немногим больше 34 тысяч рублей. Найти точки соприкосновения можно в государственно-частном партнерстве. Земельные участки по строительству домов с социальными квартирами в первую очередь должны быть обеспечены инфраструктурой, что уже само по себе может удешевить стоимость квадрата. Что касается ближайшей перспективы, то Сергеев потребовал ускорить работу с конкурсной документацией. Приобретение квартир для детей-сирот проходит обязательную процедуру торгов, а процесс этот небыстрый. И давайте график, и не затягивайте, каждый час дорого. Мы должны сдвинуться с мертвой точки. Февраль закончился, дорогие друзья. Завершая рабочее совещание, глава подчеркнул, планировать дальнейшие мероприятия, исходя только лишь из цифры, в 126 квартир нельзя. Потребность в жилье для детей-сирот растет. Они достигают совершеннолетия и вправе претендовать на помощь государства. Другие приезжают к нам на учебу и остаются в Анапе. Поэтому эта работа не должна останавливаться. 22 февраля 65-летний юбилей отметит Николай Иванюшкин, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, активный общественный деятель и человек, который просто любит свой город. Наш следующий сюжет о юбиляре. Николай Иванюшкин родился в преддверии Дня защитника Отечества. От хутора имени Семена Буденного в Тихорецких степях уже не осталось и следа. Зато мечту, родившуюся в том крестьянском далеком детстве, Николай Егорович осуществил и после армии стал историком. Преподавал историю и обществоведение в техникуме. Получил приглашение в Анапский горком партии. А потом возглавил лагерь «Рабочая смена», который позже стал федеральным детским центром смена. Он руководил им более четверти века. В 2012 году был избран депутатом Законодательного собрания края. Если есть такая возможность оказать помощь, то большее удовлетворение, наверное, получает человек, имеющий возможность оказать такую помощь и поддержку. Я действительно такое удовлетворение получаю. Новый этап работы в масштабе избирательного округа номер 39 «Солнечный». Рабочие встречи, объезд территории округа, личные приемы граждан, открытие новых модулей и ремонта в детских садах, школах и домах культуры. Будучи депутатом, Николай Егорович сумел привлечь на благоустройство села Супсех школу номер 11, амбулатория детского сада, музыкальной школы, станцию скорой помощи более 5 миллионов рублей. В 2013 году, узнав о судьбе маленького Марка Горшкова, купил ему инвалидную коляску. Впереди, надеюсь, еще немало трудностей, а жизнь состоит, как известно, из проблем, решая одно, переходим к следующей и так далее. В Анапе немало вопросов, которые нужно решать сегодня, решать депутатам. Николай Иванюшкин принимал активное участие в движении за присвоение Анапе почетного звания «Город воинской славы». Был инициатором строительства масштабного стадиона европейского уровня, площадки для хоккея на траве, зала для тяжелой атлетики. Женская команда по хоккею на траве успешно побеждала и становилась призером соревнований международного уровня. Один раз они меня порадовали, когда уехали в Голландию и оттуда звонят. Победили хозяев, победили американцев, победили Южноафриканскую республику. Ни одного поражения. И в знак признательности за поддержку привезли мне огромную клюшку, чтобы я тоже мог побеждать в этой жизни. Николай Иванюшкин – счастливый муж, отец и дедушка. У него дочь, растут два внука и внучка. Николай Егорович сегодня так же активен, как 20 лет назад. Депутатский статус стал лишь логическим продолжением его многолетней трудовой жизни. Если так оглядываться назад, жизнь удалась, сделана немало за этот период времени. У меня есть, еще раз говорю, замечательная дочь, у меня есть внуки. Вчера старшему отмечали 16 лет. Они меня радуют. Я надеюсь, будут радовать и дальше. Ну и очень хочется, чтобы наша Анапа становилась лучше и лучше. Во всех школах города и сельских округов прошли смотры строевой песни, посвященной юбилею Великой Победы. Лучшие классы представили свои учебные заведения на общегородском смотре-конкурсе «Красив строю, силен в бою». Юные десантники, кадеты, казачата, спасатели, моряки и допризывная молодежь демонстрировали строевую подготовку. Чеканный шаг отрабатывали не жалея сил. Достойные наследники города воинской славы показали, как умеют маршировать плечом к плечу. С песнями прошли мимо ветеранов Великой Отечественной войны и боевых командиров. Казачата-семиклассники из Юровки в конкурсе принимали участие впервые. А вот казачата из 12-й школы и кадеты из села Пятихатки уже неоднократные победители смотров конкурсов. Ярко дебютировали шестиклассники кадетской школы имени Старшинова. Всех участников отметили в разных номинациях. В номинации «Статин» строен уважение достоин морпехи гимназии Эврика. Лучшая песня – казачата средней школы номер 12 и главные победители. Третье место в смотре занял отряд спасателей школы номер 16. Второе место – восьмиклассники кадетской школы Старшинова. А первое место досталось дебютантам за серьезный подход к делу. Ну первое место, конечно же. По-другому не могло быть. Мы очень усердно готовились. Мы даже не ожидали, что наш класс пойдет. Тем более два класса из нашей школы. Мы думали, что займет первое место восьмой класс, но произошло наоборот. Повторно показывают, что мы лучшие в Анапе и мы стремимся быть лучшими еще и в России. Ежегодно допризывники в рамках месячника военно-патриотического воспитания показывают свое мастерство в строевой подготовке. Год от года шаг четче, лица серьезнее, а песни звонче. 24 февраля в эфире нашей телекомпании стартует проект «Ожившие письма». Совместная работа археологического музея, телерадиокомпании «Анапа-регион» и театра студии «Пигмалион». Проект приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Подлинные письма анапчан с фронтов читают юные актеры. Далее в программе. Чем запомнилась эта неделя – подробности в кратком обзоре. 26-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметила «Анапа» на этой неделе. На митинг памяти сквере «Боевой славы» собралось небывалое число анапчан. Дети, молодежь, старшие поколения – ветераны. А в школе села Цабанабалка открыли памятный стенд с портретами и именами погибших воинов-интернационалистов – солдат из спрятанной войны. Решение о его создании было принято по инициативе участника боевых действий в республике Чечня Василия Черниенко. В «Анапе» возобновилась практика проведения дней здоровья. Первое в этом году масштабное мероприятие прошло в минувшую субботу в селе Гайкадзор. В сельском доме культуры День здоровья объединил более 600 жителей округа, для которых врачи провели 2500 консультаций и исследований. Жители Гайкадзорского округа активно проверяли кровь на глюкозу и холестерин, измеряли давление, рост и вес. Особой популярностью пользовались услуги таких специалистов, как офтальмолог, невролог, эндокринолог, кардиолог. В их работе мелочей не бывает. За каждой мелочью человеческая жизнь. Сотрудники транспортной полиции на этой неделе праздновали свой профессиональный праздник – обеспечивать безопасность пассажиров и их ежедневная забота. Специальные подразделения работают на территории железнодорожного вокзала, аэропорта и морского порта в «Анапе». Линейный отдел МВД России по транспорту 7 лет возглавляет Сергей Дымолазов. Результат слаженной работы – ни одного факта детского травматизма. И 7 лет бессменный именно анапский отдел лучший в Краснодарском крае. Работа спасателя глазами детей. Воспитанники детского сада «Виктория» подготовили праздничную программу для представителей героической профессии. Праздник прошел не случайно. В этом году МЧС России отмечает 25-летие со дня образования. Ежегодный конкурс «Огонь. Опасная игра-2015» в этом году открыли воспитанники детского сада «Виктория». Малыши примерили на себя роль спасателя МЧС. Снимали с дерева котенка, спасали провалившуюся под лед девочку, извлекали ребенка из-под завалов после землетрясения, тушили огонь. Результаты проводимой работы – отличное знание детьми, правил действия в экстремальных ситуациях. В этом году меня не поразили, приятно, очень удивили. Во-первых, о такой службе, как службе спасения, было доступно рассказано детям в игровой форме. Необычно взята форма повествования, рассматривания альбома. Все виды деятельности практически рассмотрены. И дети это все обыгрывали. Им было доступно и понятно. В любое время дня и ночи спасатели готовы отправиться на выполнение самых сложных задач. Люди, для которых обычной повседневной работой является постоянный риск. Воспитанники детского сада «Виктория» узнали много нового и интересного об этой трудной, но почетной профессии. Они должны находиться в спортивной форме, чтобы они хорошо всех спасали, чтобы они не уставали и были бодрыми. Я считаю, что спасатель должен быть умным, сильным и добрым. И он всегда всех будет спасать. И он никогда никого в беде не бросит. Дети рассказали стихи о работе спасателей, исполнили песни и танцы. Их выступления не оставили равнодушными гостей мероприятия. На территории Краснодарского края проходит всероссийская акция «Первоцвет». В природе осталось мало районов, пригодных для обитания первоцветов. Каждым годом цивилизация все больше наступает на места их произрастания. Также первые весенние цветы уничтожаются людьми. Торговля первоцветами приносит хорошую прибыль. Ответственность за уничтожение редких, находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенный в Красную книгу Российской Федерации Краснодарского края, предусматривает наложение административного штрафа. Для граждан до 2500 рублей, на юридические лица до 500 тысяч рублей. Букетики подснежников, гиацинтов могут обойтись слишком дорого. При их заготовке варварски опустошались целые гектары заповедного леса. Обо всех фактах торговли первоцветами необходимо сообщать правоохранительные органы. Первые среди трех тысяч участников. Анапчане покорили жюри Всероссийского фестиваля «Робофест-2015» своей последней разработкой. Что придумали воспитанники станции юных техников, узнал наш корреспондент. Он напоминает игрушку, однако абсолютно не похож на роботов, которых мы привыкли видеть в фильмах. Экранный образ от реального сильно отличается, но именно такие машины каждый день помогают людям в различных сферах жизни. Этот катер создавали для помощи и охраны водной части заповедника «Утриш». Идея создания появилась после того, как мы посетили экскурсию в данном заповеднике. Мы увидели, как много сил и средств тратится на обеспечение безопасности заповедника. Ну, например, по берегу ходили казачьи патрули, на воде плавали бензиновые лодки, не экологически чистые. И мы решили сделать что-то вроде этого катера. Получилось достаточно хорошо. Автономный беспилотный морской робот с фото и видеосъемкой, сиреной, GPS-навигацией. Экологически чистый. Такое даже не каждому взрослому человеку под силу. А вот мальчишкам со станции юных техников удалось построить шедевр. Робот отслеживает редкие виды птиц, выявляет нарушителей, набирает воду для лабораторных анализов. На столичном фестивале это достижение пользовалось особой популярностью. У нас было такое, ну, непреднамерное, ну, причувствие, потому что около нас все время было больше всего народу, и люди все время собирались у нас. И судьи были заинтересованы нами, все время, ну, подходили, смотрели. При постройке робота применялось серьезное оборудование. Стоимость такой модели более 100 тысяч. У катера два мотора, что позволяет достигать скорость до 100 километров в час. А с помощью специальных очков можно погрузиться в виртуальную реальность. Робот оснащен сиреной. Если вдруг мы заметили нарушитель, мы можем просто перейти. Мы можем задействовать эту сирену. Конечно же, будет воздействие психологическое. О, меня робот какой-то заметил. И мы можем привлечь в ближайший патруль. На испытание чудо-катера пригласили руководство природного заповедника «Утриш». Заместитель директора Ольга Быхалова заинтересовалась изобретением подростков. Робот действительно окажет большую помощь специалистам заповедника в их работе. В рамках всероссийской акции «Во имя любви, вечности и жизни» по всей стране сажают деревья. За каждого воина один посаженный дуб. Анапа присоединилась к движению. Подробности в нашем сюжете. У ребят средней школы номер пять сегодня необычный урок. Серьезный. Урок доброты и заботы об окружающем мире. Вместе с педагогами ребята выяснили. Главные ценности – чистый воздух, кристальная вода и порядок там, где живешь. Детские глаза засияли, когда организаторы вынесли горшочки с землей и пророщенные желуди. Неумелыми ручками школьники посадили первые в своей жизни деревья. Пока это только ростки. Но когда они превратятся в маленькие дубы, ребята высадят их в нашем городе. Мы сегодня отвечали на вопросы, как полную планету хотим иметь, чтобы она была зеленой и чтобы мы никогда не высадили. Нам раздали горшочки и мы сожжали вот такие вот семена дуба. И на 9 мая мы их посадим. Общественное движение «Подари земле сад» присоединилось ко всероссийской акции к 70-летию Великой Победы. За каждого погибшего воина – живое дерево. Сегодня ребята посадили 108 желудей. Они такие огромные вырастают. И у них богатый урожай. Они выделяют кислород и еще углекислый газ поглощают. И они нам дают кислород. Без кислорода мы не можем дышать. Горшочки ребята забрали с собой. Поливать свои будущие могучие дубы, ухаживать за ними. Тому, у кого дерево вырастет самое большое и красивое, организаторы пообещали особый приз. 24 и 25 февраля ярмарка «Шуб». Большой выбор меховых изделий от классического дизайна до новинок мировой моды. Норковые шубы от 35 тысяч рублей. Она пройдет в гостинице «Парк-отель» по адресу Набережная 8. Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Наталья Змызгова в эфире прогноз погоды. В выходные в Анапе будет звенеть копель. Ожидается солнечная и ясная суббота. Суровый северный ветер сменится восточным, а в воскресенье и вовсе подует долгожданный южный. Конец блинной недели – пора на театральную площадь, где ждут народные гуляния и традиционные масленичные забавы. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Ежедневная забота о здоровье ваших глаз – это клиника ТРИЗЕ. Пусть ваши выходные будут позитивными, яркими, чтобы впечатлений хватило на всю следующую неделю. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ по телефону 30 310 Крымска 242. ТРИЗЕ – 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. До встречи. Всего доброго и до свидания. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Субтитры создавал DimaTorzok